В августе 2019 года в Смоленской области прошла 21-я международная вахта памяти. В ней приняли участие более 750 человек. Поисковики обнаружили останки 166 бойцов Красной армии. Установлены личности 11 из них. В их числе и Иван Сверидонович Усик, уроженец села Тулиголово Сумской области. Он ушел на фронт в 41-м, ему было 28 лет. Погиб в первые месяцы Великой Отечественной. Нашим поисковым отрядом, одним из бойцов, был найден на территории Глинковского района Смоленской области. Вместе с бойцом был самый главный найден медальон, каска его, лопатка и зубная щетка в футляре. 79 лет он числился пропавшим без вести. Разыскать родственников Ивана Усика помогли и социальные сети, и международная база данных. 14 марта в поселок Косицы Севского района приехала внучка Валентина Симонова. Самое главное, я хочу поблагодарить Андрея Ивановича Тикистова, что и всю группу, которая помогла разыскать моего деда. Большое спасибо всем. Сейчас потомки Ивана Усика живут на Украине, в соседней Сумской области. Но границы между государствами не могут разделить нашу общую историю, наших общих героев. Наверное, война – это последняя ниточка, что связывает и поколение, и народы. Так что память о войне живет до тех пор, пока мы помним о солдатах. До 1989 года в Советском Союзе работа по поиску захоронений солдат и установлению их личностей не велась. За 31-летнюю историю поискового движения сотни красноармейцев обрели последний покой в родной земле. Сегодня мы уже провожаем последний путь героя с тем, чтобы Иван Сверидонович вернулся к своей жене, а дома его ждет дочь, внуки. От имени губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза хочу выразить огромные слова благодарности членам поискового движения за то, что через десятилетия после окончания Великой Отечественной войны вы возвращаете имена нашим героям. Минутой молчания почтили всех, кто отдал свои жизни в той страшной войне. В этот день колокол звучал и в память об Иване Усике. Уходя на фронт, Иван Сверидонович последний раз поцеловал жену и поднял на руки годовалую дочь. Супруга ждала его всю жизнь. Никогда больше не была замужем. Мама была маленькая, годики было всего. Бабушка только рассказала нам одно, что он под Смоленском бой писал письмо, передал известие и больше ничего не было. В семье о дедушке помнили всегда, рассказывает Валентина Васильевна. Только мало кто верил, что удастся найти его останки. Известие от поисковиков было просто чудом. Я не могу вам передать свои чувства и всех родственников, которые пришло известие о том, что дедушка нашелся. Дома телефон не умолкали. И мы все время на связи, только разговоры об этом, что нашли, что сейчас привезем, и что он будет похоронен вместе с бабушкой, вместе с родственниками, и что мы сможем уже приходить к нему. Такая радость была всех. Поставлена точка в судьбе еще одного пропавшего без вести героя Великой Отечественной войны. Он обретет покой на родной сумской земле, рядом с могилой жены. Александр Новиков, Александр Жучков. События. Севский район.